Здравствуйте, Глушанская больница, Октябрьская, 46А. Условное учение. Условный пожар в местном учреждении здравоохранения начинается с ординаторской. Согласно сценарию, в этот момент на втором этаже находятся 24 человека. Среди них как пациенты, так и медперсонал. Кто-то спускается вниз самостоятельно, кому-то же нужна помощь. Пока эвакуированные ждут на улице спасения здания, сотрудники МЧС, оперативно среагировавшие на вызов, борются с мнимым огнём. Тем временем из окна слышатся крики о помощи. Медсестра и пациент из-за заблокированного прохода не могут выбраться самостоятельно. Главный герой инсценировки Владимир Чумаков в больнице лежит вот уже два года. За это время, говорит мужчина, здесь обходилось без ЧП. Однако теперь пациент точно убеждён, в случае чего спасатели вовремя придут на помощь. Я надеялся на них, чего бояться. Если такие ребята спасают, можно отдаться им. Буквально пять минут и возгорание как не бывало. Очаг ликвидирован, пострадавшие спасены, помещения проверены. Между тем, отмечают сотрудники МЧС, в жизни сценария нет. Малейшее неправильное действие на первоначальном этапе зачастую стоит человеческой жизни. Здесь как раз на помощь и приходят слаженные действия медперсонала и автоматическая система раннего обнаружения пожара. На мой взгляд, всё прошло достаточно слаженно, потому что мы знаем, что теория без практики – это ничто. Поэтому сегодня на максимально приближённой условно-боевой обстановке мы провели это учение. Эти тактико-специальные учения проходят по всей стране в рамках Единого дня безопасности. Весь акцент на то, чтобы в случае реальной беды избежать потерь и трагических последствий. Но сотрудники Глушенской больницы без сомнений прошли боевое крещение. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.